Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Потому что мы задаем много вопросов, дарим приятные подарки тем, кто на них отвечает. И, естественно, в эфире Открывашка вы узнаете всегда все самое интересное и новое, что мы для вас приготовили. На волне 101.0 FM мы рады рассказывать вам о каких-то интересных, необычных фактах, приглашать интересных собеседников. Ну и, естественно, это программа, которую мы ведем совместно всегда. Более старшие поколения и те, кто помладше. Сегодня в студии я. Меня зовут Алексей Андреев. И очаровательная соведущая, не побоюсь этого слова, Злата Андреева. Доброе утро. Доброе утро. Злата, как настроение? Отличное настроение. Ну, на самом деле, конечно, мы просыпаемся иногда тоже прямо в студии, стараемся как-то себя взбодрить, потому что погода, знаете, сегодня такая, ну, которая немножечко убаюкивает, немножечко клонит сон. Но мы сейчас обязательно проснемся с вами, потому что сегодня мы будем говорить о музыке, дорогие друзья. Злата, как ты относишься вообще к музыке во всех ее проявлениях? Нравится ли тебе музыка? Ну, смотря какая. Ну, тебе какая ближе? Танцевальная, какая-то медленная, лирическая, спокойная. А всегда по-разному. Под настроение, да? Ну, вот сегодня, я уверен, что у нас настроение будет очень и очень бодрое, потому что сегодня у нас в гостях замечательные люди, представители Вятского оркестра русских народных инструментов имени Федора Шаляпина. Причем не просто представители, а непосредственно руководитель, главный дирижер, заслуженный артист России Александр Чубаров. Доброе утро, друзья. А также солисты оркестра. Солист Игорь Ячменев и солист Николай Конова. Доброе утро всем. Инструменты мы специально не говорим, которые сегодня они с собой захватили, но мы их обязательно услышим, это будет намного показательнее и интереснее. Александр Николаевич, ну, вы уже не первый раз в студии «Эхо Москвы» в Кирове, и вы уже так по традиции, как опытный ведущий и рассказчик можете сегодня нам рассказать. Вот мы уже о домрах говорили, о балалайках, что сегодня? Дорогие друзья, я бы хотел напомнить о том, что мы уже с вами встречаемся третий раз, разговариваем об инструментах русского народного оркестра, поговорили о группе «Домр», вспомнили, что родом домра из Кировской области, из Котельнича конкретно. Когда-то соратники Василия Андреева нашли прообраз, что ли, инструмента, и мастера помогли Андрееву в Санкт-Петербурге усовершенствовать инструмент, и этот стал инструмент плюсом уже к балалайшной группе, вторым влился в оркестр, более полное стало звучание у коллектива, и поговорили, конечно же, о первом инструменте, о символе русской музыкальной культуры. С русской души, я бы сказал. О которых мы будем говорить сейчас, слушайте внимательно, интересно просто будет, как вы определите, заметите эти инструменты. Итак, я попрошу... Прямо сразу выступление загадка будет. Давайте послушаем, дорогие друзья, выступление как раз-таки оркестра современного народных инструментов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну, во-первых, этот инструмент появился у нас в 17 веке и использовался уже композиторами в симфоническом оркестрах и потом позднее уже в народном. Но самый он уникальный тем, что если есть свистковые инструменты, то там при помощи пищика отверстия извлекаются на флейтах и на свирелях, а ногобоя извлекаются при помощи пищика, который называется тростью. Причем это двойная трость еще из двух частичек состоит. Это очень сложная... При помощи, да, нагнетания воздуха извлекаются и вибрация идет среди пластинок. То есть его можно отдельно использовать? Можно без гобоя. Такой тросик, который извлекает звук. Сама по себе уже музыкальный инструмент. А сам тем, конечно, дает именно инструмент. Вот это такая... Ну, кто не видит... Это очень сложно. Вы знаете, что вот я немножко готовился к сегодняшней тоже передаче, посмотрел и прочитал такой факт, что в 1989 году недавно этот инструмент гобой попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент по конструкции, по исполнительству. Вот представляете, это деревянная трубочка у нас, можно считать, да? Гобой сделан вообще из африканского черного дерева. Вот так вот. В оригинале. Это очень дорогой инструмент и вообще все сделано... Да мне каждый раз удивляюсь, когда знаю стоимость еще инструмента. Вот в этом деревянном корпусе, в этой деревянной трубочке, ну, примерно сантиметров 60-70, так? Да. Вот, в ней 24 или 20... 24. 24 отверстия. А пальцев у нас на рук сколько? Ну, у некоторых и 8, но у нас, слава богу, 10. У нас 10, да? Один пальчик у него, у Игоря, вот, он, посмотрите, ну, держит. Дело в том, что... Один держит гобой, и он не участвует. А остальные 9 участвуют. А дырок сколько? 24. И вот для того, чтобы извлекать звук, значит, какие-то должны открываться, какие-то закрываться. А, естественно, один раз нажимаешь, а там плюсом еще механизм, особый механизм, прикрывает еще отверстия. Ну, вот дело в том, что, да, достаточно медицинские работают. И вот этот механизм, это просто чудо механики. Вот это правда. Александр Ильич, можно я, Игорь, задам вопрос относительно того, а сколько, ну, то есть, это стандартное время дается на обучение, то есть, ну, в каком-то учебном заведении для того, чтобы научиться играть на гитаре? Дело в том, что он занесен, конечно, как в гитаре. Это в книгу Гиннесса, да, но один из самых сложных инструментов по звукоизвлечению. Потому что при помощи трости, трость, она, как вы убедились, она извлекается, ну, естественно, амбушюром, губами, и сложность управлять ней. То есть, сама, сам инструмент тоже много зависит от строя, от всего. Но обучаются, естественно, дети где-то раньше в методике говорили с 9 лет, а сейчас можно уже с 7. А по продолжительности? Ну, по продолжительности, как долго? Как долго? После школы, училища, естественно, консерватория, и на обучение. Ну, да, в целом. Треть жизни, треть жизни управляем. Ну, и вот, как мы разговаривали, говорили об инструментах, там, балайках, домрах, там есть целое семейство по величине, так скажем, инструментов. Маленькие, побольше, еще побольше, там, малые, альтовые, басовые. Также вот и у гобоев тоже есть разновидность инструмента, и более крупный инструмент, который называется английский рожок. Вот, мы, прежде чем познакомимся с ним, если позволите, давайте, раз уж мы так обстоятельно поговорили про гобои и познакомились с замечательным солистом Игорем Ильичем Невым, вопрос от вас, Игорь, сразу. Пусть наши слушатели тоже войдут в диалог и поучаствуют в нем. Такой вопросик. Сергей Прокофьев в своей «Сказке Петя и Волка» инструмент гобоя кому предоставил, какому персонажу? Да, то есть с помощью какого инструмента? Нет, нет, с помощью гобоя. А, с помощью гобоя какой персонаж заговорил в сказке? Да, в сказке Петя и Волка. Да, поэтому, друзья, знайте ответ, звоните по номеру. Златуль? 211-101. 211-101, пожалуйста, звоните к нам в студию, будем рады услышать ответ на вопрос. Вот теперь про английский рожок. Да. Английский рожок – это разновидность гобоя, он более крупный и, конечно, раструб в конце грушообразный. При помощи этого грушообразного звука у английского рожка более мягкий по тембру и мусавый. Более низкий. Давайте мы сначала послушаем английский рожок, а потом послушаем ответ нашего слушателя, который уже готов. Вот мне сразу мультик Маули вспоминает. Было что-то в африканских, в африканских, в восточных, в восточных, в золотая антилопа, вот эти мультики все, да. Сразу, да, настраиваешься. Ну что, Игорь, принимайте, принимайте ответ, уже есть звонок, доброе утро. Да, это очень было бы приятно услышать. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Аня, мне 8 лет. Ответ на вопрос утка. Отлично, ты прямо в точку. Молодец. Умница, умница. У Златы есть возможность рассказать вам, что за подарки у нас есть. Или вы так готовы? Может, ты уже определилась. В общем, у нас есть Злат. Давай напомним просто, и потом, может быть, сразу получим вариант, что хочет получить в качестве подарка. Какие есть призы? У нас есть, конечно же, книжки и приглашения. Может, ты уже определилась, что ты хотела бы получить? Две категории, книги или приглашения. А можно к редактору? Да, конечно. Можно, запросто, очень хорошо. Сразу к редактору. Продолжаем. Давайте сразу тогда еще один вопрос. Александр Николаевич, готовы? Чуть попозже. Хорошо, тогда вопрос от нас, Злат. Давай сразу вопрос, чтобы у нас слушатели думали, а мы продолжали общаться. Какой духовой музыкальный инструмент изобрели в Австрии в 1829 году? И самые известные модели этого инструмента – березка, хорих и вельтмастер. Да, вот так вот. Пожалуйста, звоните 211-101, если знаете правильный ответ. А мы продолжаем. Мы продолжаем. Давайте мы сейчас обратимся к группе, которая тоже мы считаем, что это духовые, хотя они, конечно, выглядят не в традиционном понимании. А у нас вопрос как раз с ними тоже связан. И после «Домор балалайок» Василий Андреев пригласил такой инструмент, решил ввести как гармоника. Вот об этом инструменте давайте немножко и поговорим. Николай Кононов у нас в студии. Ну, в общем, наверное, инструмент наш не настолько эксклюзивен, как габой, возможно, да, но, в общем-то, достаточно популярен в нашей стране был, может быть, даже более популярен, чем габой, потому что он не настолько академичен. И, разумеется, гармонь, это известный, наверное, всем инструмент, как гармошка, все привыкли слышать такое слово, гармошка, да? Это русевшее название гармонь, вот, а изначально гармоника. К этому классу, собственно, относятся все эти вот наши духовые инструменты, не будем называть точно. А может быть, мы скажем зрителям, слушателям всё, и мне кажется, что у нас смотрят. Зрители и слушатели нас смотрят и видят. А почему мы называем его духовым инструментом? Потому что здесь звук извлекается тоже при помощи подачи воздуха. Он духовой именно поэтому. Там ещё есть научное название аэрофон, но это, я думаю... Вот, я когда готовился, тоже, да, прочитал, что относятся к группе аэрофонов. Да-да-да, совершенно верно, но здесь это группа язычковых инструментов. Да-да, при помощи воздуха и, обязательно надо сказать... Колебания язычков. Каких? Металлических. Во-во-во-во. Конечно, металлических язычков. Голоса. Эти голоски, металлические язычки наклёпываются на металлические планочки. И вот процесс этот очень трудоёмкий для всех, кто раньше этим занимался. Для мастеров. А раньше в России, да, мастера, конечно, они отдельно вырезали каждый язычок. А это трудоёмко, это же не бумагу резать, металлические голоса. Потом каждый нужно наклепать, каждый нужно выточить его. На планочку. Это очень сложно, и наточить так, чтобы там не было лишнего, так сказать, зазоров, больших зазоров. Вот представляете, окошечко такое, да, и в этом окошечке должен строго по границам окошечко проходить металлический язычок, который колеблется. То есть, это практически ювелирная работа мастера, по которой изготавливает гармонь. Мы просто всё время привыкли, зла, да, согласись, видим гармонь, кажется, ну, что тут вот, как там, растяни меха, гармошка и всё вроде. Да, да, да. Нет, оказывается, на самом деле, там всё намного сложнее. Притом на каждый голосок, на каждый звук нужно сделать два голоса, как минимум, потому что один наражим, другой на сжим. У нас же меха ходит в одну сторону, ходит в другую сторону. Если, допустим, на органе меха подаются электрически или каким-то механическим способом, инструменталист этого не делает сам. Я человек приземлённый в плане того, что я не умею играть на музыкальных инструментах, поэтому меня, как непрофессионал, всегда волнуют другие вопросы. Стоимость. Я знаю, что гармония... Стоимость сумасшедшая, я вам сейчас только намекну. Если мастер для большого инструмента баян делает три месяца примерно голоса. Давайте я скажу вот такую вещь. Когда маленький был, учился в школе, потом поступил в колледж, в училище, было тогда музыкальное училище. В то время настоящий такой многотембровый баян стоил так же, как и... Это в советское время было так же, как автомобиль. Ну вот. То есть, если... Немного поменялось, на самом деле. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Если в то время «Жигули» стоили 5000 рублей, ну, вот такой совершенный баян... Концертный баян так и стоил. Да. Пусть это будет максимальная, так сказать, планочка. Вот он так и стоил. Абсолютно то же самое и сейчас. А сейчас максимальная планочка стоит больше. У нас есть хороший, кстати, знак. Нам поступил телефонный звонок. Как раз ответ на вопрос. Сегодня просто радует. И тема радует, и активность нашей слушателей. Злата, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Савелий. Савелия, сколько тебе лет? Мне девять лет. А откуда, если не секрет? Из какой школы? Кирово-Чепеск. Лицей Кирово-Чепеск. Здорово. Здорово. Ну, рассказывай, Савелий. Мне кажется, сузофон. Как еще раз? Сузофон. Шузофон. Сузофон. Сузофон. Не совсем. Давай подумаем. Значит, маленькая подсказка есть. Это инструмент, так называемый... Я же подготовился. Я почитал. Инструмент с аккордовым аккомпанементом. То есть, вот слово главное – аккордовый. Так. Подумайте, есть еще времечко. Давай. Хорошо. Нет, ты можешь прямо сейчас подумать. Не стесняйся, Савелий. Вот смотри, у нас тема идет как раз гармоники, баяны. Вот этот инструмент на них очень похож. Но немножечко другой все-таки. Изобрели его в Австрии в 1829 году, действительно. Молодец. Да. Все правильно. Все правильно. Логика, логика и небольшая подсказка. Потому что наше название бывает баян у нас, а для них наш баян – это аккордеон. Это аккордеон. И можно... Савелий, ты уже определился с тем, что ты хотел бы получить? К редактору. Все, замечательно. Савелий уже тоже знает, как проще разобраться с подарком. Спасибо большое, дорогие друзья. Звоните 211-101, отвечайте на наши вопросы. И мне бы сейчас хотелось чуть-чуть назад вернуться по времени и сказать тоже исторически, как появился вообще этот инструмент. Вот я почитал, оказывается, все-таки предки у него в Китае. Сейчас все китайское, да? И раньше тоже так было. Но тут, получается, не стыдно сказать, что китайский предок был. Нет, потому что это древний инструмент 2-3 тысячи лет до нашей эры находят, как бы археологи там определили, что примерно в это время появился инструмент, у которого принцип звукоизвлечения как раз сходный. То есть это был корпус, были какие-то бамбуковые трубочки, но не как у флейты, за счет воздуха просто, а еще и были металлические язычки. То есть вот в этом, как раз, отличие получается. Да, 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 да. Вот оттуда идет. Потом этот инструмент там с татаро-монголами попал в Россию. Уже все стандартно, логично. Торговыми путями в Европу, там его мастер органный сумел как-то усовершенствовать для работы с органом. Вот такие вот факты обнаруживаются, очень интересно. Баян с органом связаны, по сути. И потом уже мастера превратили его в такой вот, придали вид, где есть корпус, и левая рука играет одно, правая играет другое, и есть мех. Вот появилась гармоника. Ну и вот у нас в руках у Николая гармошка, как мы. Вятская. Вятская, да, тут тоже интересно. Вятская. Мы давайте послушаем, как вот она... Звончатая. Самый простой инструмент, конечно, киевской фабрики. Двухрядная. Изганина, да. Честно сказать, я не совсем гармонист, но принцип такой, что каждая гармошка, в отличие от баяна, не была хроматической наша. И поэтому она была, имела, привязана к одной тональности. Если ты поешь в одной тональности, то ты в ней можешь петь. Если ты поешь ниже, то уже не можешь, тебе надо менять гармошку. Искать другое тональности. Даже так? Да. Вот такие вот особенности. То есть под каждый голос свою гармошку? Да. То есть гармонисты имеют не по одной гармошке, чтобы в разных тональностях. Я думаю, у меня просто в свое время у бабушки с дедушкой в деревне было аж две, ну я не знаю, наверное, все-таки была одна гармонь была, а один был баян. Вот я понимаю, что с одной стороны и зажиточные, значит, были, с другой стороны, видимо, подбирали под голос тоже. Примерно так. Ну вот это приятно слушать, это же наше. Я вот смотрю, даже Злата заулыбалась с утра. Да и поплясать захотелось, действительно. Не спутаешь, да. Она была популярна в народе своей простотой. Почему она и прижилась? Потому что на ней, в общем-то, справлялись люди, не музыканты. Здесь все было рассчитано под руку. На пухачи. В общем-то, да, самодеятельность, самодеятельные исполнители могли прекрасно здесь справляться и несложные частушки, и танцевальные какие-то мотивы наигрывать. Да, и смотрите, плюс-то в чем, правая рука мелодию играет, а левая рука играет аккомпанемент. Готовый. Это, представляете, целый уже оркестр, получается. Это бас, сопровождение, там, типа электрогитара, если на вокально-инструментальный, плюс мелодия, да еще и петь можно. И тут же, как человек-оркестр, получается. А удобство левой руки вот как раз в том, что нажимаешь одной, одним пальчиком звучит вот как бас-гитара, а вторым пальчиком как ритм-гитара, как бы, вот это, понимаете? Александр Николаевич, вот вы говорите, с одной стороны, плюс и простота вроде, а я сейчас понимаю, что у меня уже голова, вот, Злата, ты представляешь, это надо двумя руками умудряться, аккомпанементы, мелодия, координация сумасшедшая должна быть. Ну, не, смотря, все просто, конечно, но это смотря что, вот, как, простые мелодии, да, но процесс шоу. Для освоения, конечно, баян сложнее немножко, чем гармошка. Я вижу, там уже и кнопочек побольше. Да, кнопочек, не будем называть, сколько их, очень много на самом деле, да. И для освоения этот инструмент сложнее для детей, допустим, для маленьких. Но постепенно, постепенно все это осваивается. Опять же, за 15 лет все освоится, да. Некоторые осваивают этот инструмент, да. Ну, и надо сказать, что вот этот сейчас в руках у Николая баян многотембровый, современный уже, усовершенствованный и хроматический. Вот этот инструмент хроматический появился в начале 20 века. Мастера, в том числе и в России, по заказу исполнителей, они подтолкнули. Их не устраивало то, что только в одной тональности можно музыку играть. Вот надо было как-то обогатить, ну, как на рояле, допустим, на фортепиано, там хроматический же строй. И вот поэтому, в принципе... Освободить их от этой тональности. Я опять же все перевожу в свои материальные какие-то вещи. Если гармошка это была как Жигули, как мы сказали, да, то это уже Мерседес, да, я так понимаю? Это Мерседес. Это наш российский, поэтому, в принципе, это хорошая Жигули. Давайте послушаем. Давайте послушаем, как звучит. Ну, и это очень разнообразный инструмент, очень современный баян. Это тот инструмент, который может, ну, многие инструменты, что ли, заменить или исполнять похожим звучанием. Вот, вспоминали сегодня орган. Ну, Николай Александрович, можно? Да, сейчас послушаем, как звучит наш баян. Опять же, удивительное сейчас произойдет в студии Эхо Москвы в Кирове. Ну, просто, наверное, самые популярные мотивы, да, чтобы они узнавались. Да. Мы сейчас со звукорежиссером тут мурашками покрылись. Просто, потому что это реально очень похоже на орган. Прям вот, по-моему, один-два-два. Да, он так же. То же самое, что можно тихо сыграть. Это же органную музыку. Это очень красиво звучит тембрально. Хорошие находки сделали мастера. Правда, красиво ты мурашки, да? Необыкновенно красиво. Мне кажется, даже чувствуется вот это подсвистывание органное. Вот, 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 все правильно. Там с помощью, так сказать, сочленения различных октав получается эффект органный. Потому что на органе те же самые принципы. Николай, вопрос. Вопрос про маяжу. Да, можно сейчас задать. Да, хорошо, хорошо. Маленький вопросик. Значит, инструмент многотембровый, как уже ребята слышали все. Здесь очень много голосов. На самом деле, очень много и в левой, и в правой. И вот вопрос. Постарайтесь угадать, сколько этих здесь голосов. Значит, три варианта ответа. Двести, четыреста, восемьсот. Вот, Николай вам даже задачу максимально сделал простой. Три варианта дал. Двести, четыреста или восемьсот. Знаете ответ из этих трех вариантов, какой правильный. Звоните. Двести, одиннадцать, сто один. Будем рады слышать. Продолжаем, Александр Николаевич. Да, ну, давайте послушаем еще немножко баян в каком-то другом качестве. Ну, вот, может быть, в народном тоже, как на гармошке звучала народная мелодия. И можно одноголосно какой-нибудь, Николай, сыграть. Типа, а потом, да, показать разные просто тембры немножко. Здесь совсем есть такие. Твой-то степь широкая. Это ты, Калиночка. Ай, мой. Ну, смотрите, как здорово, да? Все, как хочется сразу выйти из студии, куда-то на природу вот сесть. Один голосочек. Вы знаете, вот у меня, это немножко из другой области, но все-таки это тоже показатель. Приезжают к нам солисты, вокалисты, инструменталисты. Товарищ, прерву вас на секундочку, показывает, что есть уже звонок. Коля, ждали твоего вопроса. Ждали твоего вопроса. Принимаем, слушаем. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Алеша. Очень приятно, Алексей. Сколько лет? Одиннадцать. Тезка, рассказывай, тезка, сколько там всего? Мне кажется, тысячи триста. Николай. Вот представь, я уже сказал, что мастер делает вот так называемый аккорд, то есть все голоса для одного инструмента в течение трех месяцев. Представляешь, как долго? Подумай, Леша. Три месяца. И он еще должен на этом заработать. 200, 400 или 800 все-таки, Леша, давай быстрее. А, ну тогда, наверное, 800. Все, благихи тебе не расскажешь. Будешь ученым, молодец. Все правильно, 800 голосов. Леша, спасибо огромное за звонок. Вот Злата уже рассказывал, сколько у нас тут подарков, всякие книги, приглашения. Что бы ты хотел, книгу или приглашение? Можно кредактить. Запечатленную, вообще запросто, сразу, давай. Ну у вас все продвинутые, какие слушатели. Ну они же слышат, они же предыдущие ответы слышали, поняли, как можно все тут. Быстренько отрабатывать. Нет, ну смотрите, аудитория, значит, есть. Я рад за вас, просто поздравляю. Не без вашего участия можно этим тоже порадоваться. Спасибо огромное. Продолжу свою мысль немножко. Приглашаем солистов, вокалисты к нам приезжают, инструменталисты. И практически в каждом концерте я изо всех сил прошу что-нибудь исполнить без оркестра. Ну если это называется акапелла. Акапелла, вокалистов. Инструменталистов, да. Или инструменталистов, чтобы они тоже без оркестра только сыграли на инструменте. Соло. Да, это такой эффект. Вот смотрите, один голос всего звучал сейчас. А мы сидели с вами, ну... Завороженные. Завороженные. Я говорю, у меня мурашки до сих пор, честное слово. И от гобоя, и от баяна. Ну это вот музыка. Дорогие мои друзья, приходите на концерты, слушайте. Пусть это будет не обязательно народный оркестр. Ходите на концерты, слушайте музыку. Это великая волшебная все-таки сила. И раз уж... Ближайший концерт когда? О, хороший вопрос. Хороший вопрос. Сегодня? Сегодня уже будет. Сегодня в филармонии концерт в 17 часов. Мы с вами будем радоваться и слушать двух гениальных, совершенно молодых людей, баянистов. Дуэт баянистов называется Сибдуо из города Новосибирска. Это чемпионы мира. Ого. Все серьезно. К сожалению, мы не настолько знаем их имена, как, допустим, Евгения Медведева или Алины Загитовой, которые фигуристы, которые все, весь наш, весь народ знает. Это настолько же талантливые ребята. Сегодня приедут к нам Александр Сироткин и Андрей Бетюцких, исполнители на баяне. Но вот, к сожалению, мы их имена не очень знаем. Хотя они по своему таланту и по, ну, как бы, по общественному, так сказать, значению для России, они то же самое место занимают, что и наши ведущие спортсмены. Александр Николаевич, я правильно понимаю, у нас же есть в качестве одного из подарков сегодня приглашение на две персоны, на двоих. Вятскую филармонию как раз-таки на баянный дуэт СИП-дуо. Если вам раньше передали туда, я не принес. Да. Александр Николаевич, мы почему это говорим? Давайте вопрос сразу. Давайте вопрос, вдруг кто-то конкретно захочет попасть в этот дуэт, а не знает как. Хорошо. Нам еще про один инструмент обязательно поговорить надо. Ладно. Мы успеем. Дорогие друзья, в оркестрах русских народных инструментов разное количество, в группе баянов разное количество исполнителей. И есть два баяна, есть три и так далее. Вот я задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько баянов в оркестре, в Вятском оркестре русских народных инструментов? Три, четыре или пять? Три, четыре или пять баяна. Баяна, друзья, звоните. 211-101. Злата примет ответ, вручит подарок с удовольствием. Злат, ну вот смотри, мы просто сегодня вот так замечательно слушаем музыку, общаемся, узнаем новых фактов. А как ты думаешь, на чем сложнее играть все-таки? Вот из этих хотя бы даже двух инструментов, которыми сегодня трех инструментов. Вот английский рожок, гобой, баян. На чем сложнее? Как думаешь, играть? Даже не знаю, наверное, на всех сложно. Совершенно верно, сложно на всех. Но вот Игорь умеет играть на всем, в том числе и на баяне. А мы увидели вот там инструменты попроще. Можно давайте вот... Инструменты, которые, да, используются они вообще-то и в народном оркестре. Но появились вот такие свистульки, так сказать, вначале. Это прародители следующего инструмента, такого уже совершенного, так скажем. Ну, Игорь, можно начинать? Давай. Да, я просто... Покажи. Ну, сначала такие свистульки, которые... Вот народные, народные такие, глиняные. Вот, Дима, это в форме жука. Из глины сделано. А можно нам посмотреть, да, Злата? Да, можете и подуть. Да. Давай попробуем, кстати. Экстремием. Нет, это ничего сложного. Потихонечку подуй. Как получится, так и получится. Сильнее немножко. Сильнее не бойся. А тут снизу надо открыть отверстие, которое... Ага. Вот там отверстие. Не закрывай главное. О! О! Ну, как бы обычный свисточек, а за счет пальцев можно разные звуки издавать. Закрывай дырочки. О! Вот, пойдешь учиться. Вот. Такой же... Да-да-да. Что-то у нас получается. Можно сразу в консерватории уже. Да, пока мы в консерватории готовимся, только у нас уже ответ поступает, Александр Николаевич. На ваш вопрос про баяны. Слушаю внимательно. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Миша. А лет? Мне 11. 11 лет. Миша, слушай внимательно. Два... Ой, три, четыре, пять баянов. Две или пять баянов у нас в оркестре? Пять. Молодец. Молодец. Миша, ты на концерте, молодец. Миша не надо подсказывать, потому что все знает. Миша, приходи сегодня на концерт, пожалуйста. Это будет просто... Ты знаешь, вот я прошу прощения, что перебиваю. Вчера была репетиция с этими, ну, для нас ребятами, но молодыми людьми с двумя баянистами, да? Вот я вроде бы сам баянист и много учился, много лет, уже не сосчитать сколько. Практикую. Но я вчера рот открыл и забыл играть в свои партии, просто забывал, потому что я заслушивался ими. Вот и все. Я тебе скажу, не пожалеешь. То есть они звание чемпионов мира они получили не случайно. Это, да, это не случайно. Совершенно заслуженно. Это обалдеть. Это просто обалдеть. Цирковые номера, это же так играть. Приходи на концерт, не пожалеешь. Миша, Миша, у нас есть, кстати, приглашение. Вот сейчас есть возможность воспользоваться ими или выбрать что-то другое. Решай сам. А можно передать? Да, все, Миша, вопросов нет, отпускаем сразу тебя. Спасибо большое. Я просто еще хотел показать такие инструменты, которые... Про свистульки поговорим еще. Да, про свистульки. Дело в том, что тоже так же сделано, как из глины, вот этот жук, свистулька сделана, окарина. Окаринок, это вот мы были в Болгарии, и я приобрел такой инструмент, который ребятам спрашивают, на что походит. Он говорит, ну, на подводную лодку. Да, подводная лодка. А если так сделать, то это пистолет космический. Бластер такой-то, да. Но звучание, вот послушайте. Вот такое звучание. Сначала было ку-ку, я думал, я тоже так смогу, потом понял, что уже не смогу. Вот такое звучание, да, делается. Просто любой, на вскидку, какой хотите. Можно простой, можно очень сложный, чтобы сломали тоже свой мозг с утра. Я сейчас сыграю. Что это такое? На каком инструменте сейчас играет Николай Кононов? На каком инструменте и какую мелодию? Что это было? Вот так вот. 211-101, это был музыкальный вопрос от наших уважаемых гостей. Друзья, знайте ответ, звоните. Все, на самом деле, мне кажется, очень здорово и несложно. Ну и осталось немного, да? Да. Показать такие инструменты, как вот свирель, как она звучит у нас. Это народный инструмент. Народный инструмент. Духовой тоже. Мы сегодня про духовые инструменты. Их называем, да, постучая свирель. И так далее. Это свирель пастушья, да? А еще пастушья флейта, да? Это она ведь вот рядом? Нет, это... Вот там вот лежит просто, я вижу. Это друг. Сейчас мы покажем тоже. Вот это инструмент с желейкой. В сторону. Она более громкая, такой инструмент, хотя... Ну, тоже сразу. Сжалостно и... Сжалейка. Сжалейка, да. Да-да-да. Сразу... Она делается вот именно свистом, но при помощи вот такого пищика. Тоже похоже на тросточку такую. Как у гобоя, да. Да, как у гобоя, у кларнета тоже. У кларнета-то вставляется. Здесь одна. Здесь одна. Призвучание. Очень интересная. Где слышал? Браво, во-первых, аплодисменты. А второе... Да-да-да, браво, это молодец. Так что они почти что гобоисты. Ну да. Коллеги? Коллеги, получается. Вот покажем еще инструмент тоже народный. Такой инструмент, который называется, да, флейта пана. Ну да, послушайте. Флейта пана, потому что вот... Ну, в Молдавии это тоже Най называют. Вот. И звучание... Послушайте. Одинокий посток сейчас будет. Ну, это мини сделано более профессионально. Он, естественно, побольше и звучание легче. Да, одинокий посток сейчас играет в оригинале. Играют как раз на этой флейте. На флейте пана. Да, ну и вот это все как бы предшественники инструмента, которые еще есть уже у нас в оркестре, в народных оркестрах во многих тоже есть. Это флейта. Ну, сегодня у нас флейтистов здесь нет. Но мы, когда слушали отрывочек, там очень ярко было слышно флейта пикала. Именно маленькая. Это маленькая флейта, так скажем. Есть большая флейта, есть флейта пикала. Вот. А еще есть интересный инструмент такой, где высота звука меняется не за счет отверстий, а за счет вот такой вот кулисы. Кулисы. Как у тромбона. Как у тромбона, да. Другой инструмент. Давайте послушаем тоже. Очень забавно. Птичек изображает разных. Здорово. Это композиторы, между прочим, очень некоторые, очень умело используют это, придает звучанию оркестру особый какой-то... Реалистичность. Реалистичность. Как живые звуки. Шутки такие, шуточно очень звучат. Ну вот вы сейчас вспомнили, там, тромбон, кларнет. Я просто в свое время, ну, я думаю, и те, кто помладше, тоже понимают, что вот если не профессионалы, я до сих пор не всегда умею отличить чисто по внешнему, даже в виду, гобой, кларнет, тромбон. Ну да, они похожи немного. Да, здорово, что вот вы сегодня так подробно рассказываете о них, и у нас даже у тех, кто постарше, есть возможность как-то в себе тоже в голове все это... Уложить. Уложить очень хорошо, да. У нас совсем немного остается времени, вопрос был музыкальный, мы очень ждем и надеемся на то, что будет ответ все-таки на этот музыкальный. Когда про гармоники говорили, это как раз тоже семейство, а я бы попросил сейчас звук режиссера чуть-чуть еще нам включить. Да, что называется, напоследок. Да, и послушаем опять... Сейчас сначала только, Коль, давай еще раз сыграем, попробуем вот эту вот мелодию. Музыкальный инструмент и мелодия. Вот такой вопрос. 211-101, друзья, буквально там пара минут остается, звоните, будем рады. Послушаем еще чуть-чуть, как звучит оркестр современный. Вот все инструменты вместе. Группа Домар. А я хотел спросить, какие главные, понимаешь, что нет наверняка, да, все равнозначно? Или все-таки? Нет, не совсем, все-таки это основное. Это как скрипки симфонические ведущие. КОНЕЦ 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 ЧАНЕЦ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ